Сегодня поговорим об интересном и всеми любимом, о женской груди. Ситуация, на самом деле, очень своеобразная, как и все, про что я говорю. В каждом, в каждой женской консультации, в каждом гинекологическом отделении, в то время, когда я еще не родился, в годах эдак, в 85-м, висела по здоровенному плакату. Плакат назывался «Уход за женской грудью. Правило». Включал на себя, не помню, по-моему, 5 пунктов. Нам показывали, разумеется, это только уже на занятиях, такой выцветший, рассыпающийся раритет. Сейчас, в женских консультациях, в медицинских центрах, разумеется, есть плакат «Предупреждение заболеваний женской груди». Что там написано? Про предупреждение, короче, ни слова, все о заболеваниях, а предупредить лучше, чем лечить. Поэтому начнем. Значит, сейчас пройдемся по основным способам, и самый главный способ – это массаж. То есть массаж груди самой себе, разумеется, в первую очередь, обязательно, потому что, если раз в сутки это не проводится, идет застой лимфы. Вот, пожалуйста, то есть показывайте мужчинам, потому что это еще и приятно при хорошей технике исполнения, я покажу как. Если вы это начинаете только, когда уже начинаются проблемы с грудью, например, вы уже кормящая мать, то это слегка поздновато. Почему? Потому что идет элемент еще тренировки, там же есть и протоки, там определенная мышечная ткань, какие-то рецепторы, то есть формируется местный рефлекс. То есть, если массаж проводится регулярно, то после него пару часов разгон лимфы, кровотока горбональной системы, не будем скрывать, да, то есть он длится. И если вы делаете его регулярно, то он длится сутки до следующего раза, и у вас постоянно идет активный, жидкостно, там много чего другого обмена. Я взял масло, чтобы тесто не липло к рукам, потому что мука очень быстро впитывается в поверхностную пленку и становится ненаглядно. Когда мы имеем дело непосредственно с грудью, то масло можно, в принципе, не брать, потому что у нас как такового трения не будет. Но для начала лучше взять с ним, потому что движение руки не точное. Здесь, в общем, какая система координат, то есть в той стороне как бы голова, в этой стороне ноги, то есть это можно делать лежа, но при этом самому, если это мужчина, как бы тоже полулежа, ну, сами понимаете, в какой ситуации, вот, может, в принципе, женщина делать сама, тогда то, что я показываю, моя правая рука, это, в принципе, ваша правая рука. Ну, вообще, показывать мужчинам, пусть тренируются, если до сих пор не умеют. Определились, то есть это, условно, как бы, получается левая грудь, потому что левая грудь, правая рука, вот, то есть если бы девушка, допустим, лежала вот так. Консистенция теста, в принципе, вполне детально отражает отношение к груди, то есть как тесто не должно мне выходить между пальцами, так, так и буду так показывать, так и грудь, разумеется, выдавливаться у вас не должна. Вот так вот, целиком. Слегка выжимаем. Кстати, если делать обе, то сначала одну полностью, потом вторую, так качественно не получается. Одновременно двумя руками тяжело. Итак, сначала выжали. Сделали несколько движений, то есть отпустили, вот я накатываю пальцами, подтягиваю, выжимаю туда, подтягиваю, выжимаю туда, то есть в основном я немножко выдавливаю, оно слегка потекло. Ну, к сожалению, в тесте упругости меньше, чем в груди. Несколько выжимающих таких вот движений я сделал, начинаю перебирать пальцами, то есть у груди есть сектора, все молочные протоки сходятся к центру, я перебираю вот так вот пальцами, то есть вот я начинаю, вот так вот, ну так-то это, разумеется, делать лучше всеми, но можно и двумя вот так потренироваться пока. То есть вот я перебираю, прохожу так по всей полностью. Ну, вам, разумеется, придется руку крутить, но я нарушу модельку, покручу тесто. Каждое движение выполняется раз по пять, в среднем больше, в принципе, не надо. Вот, второе, прошел. Делать можно с той, скажем так, глубиной, насколько это приятно, то есть либо самой себе, либо девушке, если вы делаете на ней. В зависимости от консистенции грудь бывает очень разная, если она болезненна, то мы слегка касаемся, как, в принципе, я показываю сейчас. Если она здоровая, то хочется, наоборот, пройметь получше. Хорошо, сделали по секторам. Теперь мы должны выжать. Вообще выжимание самое сложное и самое полезное. То есть как грудь у нас есть, то есть по направлению к подмышке, по идее, я беру и вот так вот, вот так вот, выжимаю туда. Первое по направлению к подмышке, дальше повыше, дальше чуть в сторону, получается, к наружной стороне. Низ нужно не от соска, а чуть ниже, как бы чуть-чуть, полегонечку тоже выдавить к краю. Это если грудь болезненна. Если грудь, ну, в хорошем, скажем так, состоянии, то я выжимаю сначала ближайшие к подмышке край, боковые два. Потом захватываю больше и прямо через всю грудь вот так вот прохожу, все по направлению к подмышке. Это не совсем правильно для лимфотоков, но так эффективнее. Если болезненная, то, еще раз говорю, от соска получается во все стороны радиальной. Выжили. Если все у вас получилось, то теперь лимфозастойную мы выгнали. Теперь нужно привлечь кровь. Привлечь кровь можно двумя путями. Можно просто тянуть вот так вот на себя, прям слегка растягивая, ну, по секторам тоже так вот, потихонечку, прям растягивая. То есть, ну, вполне еще тема растяжения. Вот самый эффективный способ. Если нет, тогда вы делаете движение, то есть берете грудь целиком, вот так вот, целиком. Для самого начала мы начали вот с этого движения. После того, как мы выгнали лимфу, мы снова поделали вот так вот. И в самом конце мы тоже так будем делать. А это выравнивает баланс притекающей и оттекающей крови. И линфотическим сосудам тоже нравится. Это как бы микро-потрясывание, но оно очень такое медленное, ну, своеобразное ощущение нужно пробовать. Хорошо. После того, как мы привлекли кровь, ее нужно снова выжать. Потому что нас не интересует приток или отток, нас интересует циркуляция. Поэтому после того, как мы потянули, мы спокойно в то же самое движение, вот так же выжимание и переходим. И если все хорошо, никаких застоев нет, то я заканчиваю вибрацией. Сейчас я покажу подряд все это дело. Потому что говорить одно, а показывать другое. У меня немножко не так делать. У меня нет. Ну, это зацепи, что не нужно, правда. Я не хочу, чтобы я повернусь. Сейчас я их беру, куда сильнее. Я вижу. Ну, нужно летать. У меня зоны, я не заболевать их. У меня тоже. Это всё че. У меня уже не так чуть-то дайте я не заболевать. Это всё, что и я, я не заболевать. Если делается каждый день, то примерно вот столько времени занимает и примерно так делается. Части того, что я показываю, желательно конечно выполнять подряд, потому что у них у каждой своя функция, зависящая от предыдущего действия. Очень много рецепторов, очень богатая связь со всей общей гормональной системой, там по рефлексу, по психике. Поговорим о сложностях. Если не получается расслабиться. Бывает грудь напряженная. Начинать в принципе лучше всего конечно в теплой ванне, то есть в воде все подвешено, все предельно легкое, то есть натурально кончиками пальцев работаем. Опять же там с собой или со своей женщиной по ситуации решите. Температуру воды нужно смотреть по ситуации, по ощущениям. Она должна быть вообще равномерно теплая, но чуть может теплее, чем та, которая не чувствуется. В горячей бесполезно. Слишком активный приток крови с оттоком в первую очередь проблема. Сначала нам нужно выгнать застой. Поэтому тепленькую. Потом, если допустим в ванне у вас получилось, так в тонус набирает. Вообще сама структура более однородная. Не зря я ведь показывал на тесте. То есть структура должна быть в идеале полностью очень-очень микро-микро-микро. Я там что-то там где-то внутри чувствую, какую-то неоднородность ткани. Но в принципе никаких там плотности, узелков, там как бывает по пол груди, как бы таким комком лежит просто напряженный. Ни в коем случае. То есть аккуратно все это дело разбираем, разминаем, но ни в коем случае не раздавливаем. Ну ладно, практика решит. С ванной, допустим, у вас получилось. С сушей, то есть после работы, допустим, все это вроде бы хорошо. Тогда можно приступать уже к более интересному, контрастному душу. Размах температуры, ну градуса по 3. Вот среднекомфортный. То есть контрастный душ, как бы он не такой контрастный на самом деле. Он слегка-слегка контрастный, кое-какая температурная реакция. Она плавно тонизирует лимфатические сосуды. И то, что мы разгоняем вручную, потом железа начинает функционировать самостоятельно. Но, как я уже сказал, то есть раз в сутки все равно помогает. Без разницы, с каким размером вы живете. Абсолютно без разницы. Принцип везде один и тот же. Либо вы разгоняете лимфу, либо она просто застаиваться будет. Не будем о том, к чему это все потом приводит. Вода, ванна, потом суша, потому что ну как бы поедете вы куда-нибудь, не везде же ванна и душ. А потом контрастный душ, это уже в принципе фактически тренировка. Да, я согласен, можно делать качественно раз в неделю все это дело. И потом как-то где-то жить, там в командировке, там на выезде, на отдыхе. Вообще, если мы говорим про тело, я всегда говорю с позиции тела, ну или почти всегда, то тело хочет раз в сутки. Чаще можно, реже нет. Применяем профилактически и потом еще расскажу для чего.